В некотором смысле тема у двух предыдущих докладчиков, потому что мы тоже с Михаилом Борисовичем Поповым занимаемся малоизвестной или совсем неизвестной работой Дмитрия Владимировича Бубриха к вопросу о происхождении северно-русского цоканья и некоторых других явлений того же. Известно, что был план собрания сочинений Дмитрия Владимировича, но не удалось его реализовать. Та рукопись, о которой мы сегодня рассказываем, находится в Саранске, в НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия, где огромный фонд Бубриха, рукописи Бубриха, хранится. И этот фонд, к сожалению, очень мало известен и мало описан, и до сих пор доступен только саранским коллегам. Так примерно выглядит текст Дмитрия Владимировича, рукописный, занимает 51 страницу. И, как видите, там есть и правка его, и зачеркивания какие-то. Но в целом текст может быть законченным и готовым к публикации. Создан он во время работы Дмитрия Владимировича в заведующем кафедре коми-языка и литературы в Сыктывкаре, в Коми-государственном педагогическом институте. И, как вот нам подсказала Гермена Вячеславовна, гордиенка в плане сборника статей по языку, готовившимся в 1941 году, к началу 1942 года, упомянуто, что Бубрих занимается этой работой. Статья была закончена 25 мая 1942 года, написана на оборотках местных изданий, в частности на таких замечательных, я бы сказал, оборотках, как речь Иосифа Сергеевича Сталина на Первом всесоюзном совещании стахановцев. То, что Бубрих в 1942 году пишет на обороте обложки книжки Сталина, как-то так интересно вообще. Может быть, я бы побоялся в те времена. Цоканье, как известно, это смешение свистящих и шипящих африкат, цейча в северно-русских диалектах. И на западе северно-русских диалектов у нас есть также смешение с ш за ж. Все эти звуки Бубрих называет сибиллянтами, хотя с точки зрения современной фонетики африката сибиллянтами вроде бы не принято называть, но у Бубриха такая терминология. И, как он пишет в своей статье, в бассейне Балтийского моря и в соседних местах разнообразные явления смешения свистящих и шипящих представлены чрезвычайно богато. Очевидно, прежде чем выставлять ту или иную более-менее обоснованную гипотезу, нам необходимо взглянуть, как обстоит дело, в различных языках бассейна Балтийского моря и соседних мест. В индустрии, в европейских и угоро-финских языках. Почерк Бубриха, мы уже сегодня вспоминали в связи с докладом Матери Николаевны Калпакова, действительно не просто читается, но нам практически удалось прочитать все слова. С примерами некоторой сложности еще будем консультироваться, потому что примеры из разных языков. И, что интересно, Бубрих примеры дает исключительно в карелической транскрипции. То есть, ладно, насчет финских, может быть, примеров или карельских, но и санскрит, как вы видите, и древнегреческий, гно, записано в такой финской модели, долгая гласная передается удвоением, латинский тоже. Очень это было непривычно, но в конце концов мы решили это не переделать. Итак, исходное состояние представлено на этой схеме. У нас имеют отношение к этой проблеме, к проблеме цоканья финно-угорские языки, присутствующие в регионе, в которых было множество исходно сибилянтов, так называемых. И два типа индоверопейских языков. Кентум, в котором был только один сибилянт, это германские языки. И сатум, славянские и балтийские, в которых в определенный период возникло много сибилянтов из разных источников. Кроме индоверопейского С, сюда добавились рефлексы сатумизации, то есть палатавилярные превратились в щелевые. И по правилу Петерсона, после звуков ЕУРК, тоже возникали сибилянты в балтийских языках, во всяком случае. Далее Бубрих рассматривает каждую из вовлеченных в эту проблему групп языков и начинает с индоверопейских языков сатум, где в балтийском языке, в балтийских языках сначала было, то есть во всяком случае, в балтийских языках в латышском и литовском совпали Ш и С, З и Ж. В латышском и древнепрусском, простите, в литовском сохранилось это различие. То есть к проблеме ЦОКа не имеют отношения древнепрусский и латышский из балтийских языков. В славянских в определенный период из-за палатализации многочисленных тоже существенно увеличилось количество сибилянтов, но потом это количество стало сокращаться из-за смешения. Вот как я уже сказал, в латышском и древнепрусском совпали с С, З, Ж, в северно-русском справа вот здесь представлены, собственно, ЦОКа, Нечаицы и северо-западное, еще более интенсивное совпадение, коснувшееся Ищелевых. И в западно-славянских тоже разные представленные системы, причем Нижнелужицкое соответствует Северно-русской, а так называемое архаическое польское мазураканье соответствует северо-западно-русским. Просто очень похожая система совпадения. Что касается финно-угорских языков, здесь в Саамском, в глубокой древности. Да, ну вот тут можно цитату привести из Бубриха. Явление падения богатства сибилянтов резко замечается только в соседстве Балтийского моря, в финно-угорских имеется в виду языках, у Саамов и у прибалтийских финнов. И у Саамов в древнее время было утрачено противопоставление свистящих и шипящих. Можно думать, что в этом сказался неуграфинский субстрат Саамской речи. Тот язык, на котором говорили неуграфинские предки Саамов, мог совершенно не знать шипящих. Что касается прибалтийско-финских, то там падение сибилянтов связано и исторически совпадает с продвижением части прибалтийско-финских плюем к северу от 60 градуса северной широты, то есть на территории, где раньше кочевали Саам. Получается, что в прибалтийско-финских языках под влиянием саамского субстрата тоже началось смешение сибилянтов. И, как пишет Бубрих, не может быть случайностью, у Балтийского моря собралось такое множество разнообразных явлений смешения свистящих и шипящих. Около Балтийского моря издавна сталкивались языки различных систем и группировок. И задача этой работы он видит в том, чтобы разобраться в источниках и последовательном развертывании тех явлений, которые нас интересуют, то есть цоканье. Интересно, что вот в плане сборника статей, сохранившемся в Сыктывкаре, Бубрих сам оценивает эту свою работу и говорит, что она актуальна как ставящая вопрос из истории русского языка в широкий план славянских, литволатышских, германских и угрофинских языков и кладущая конец различным вредным высказываниям гипотетического характера, гипотетического порядка по данному вопросу. То есть Бубрих имел в виду именно рассмотрение всего контекста, соответствующей проблематике смешения шипящих и свистящих, и выстроил всю эту историю в виде смены очагов. Сначала, как вот он писал, до саамское население Скандинавии, не знавшее шипящих, повлияло на саамский язык. Саамский стал первым очагом дальнейшего смешения. И вместе с германским он повлиял на прибалтийско-финские языки. Совместное влияние было саамское и германское. Далее прибалтийско-финские языки стали вторым источником этого смешения и оказали влияние на прибрежные языки балтов, племена, которые составили потом латышский язык, и древнепрусский. И древнепрусский, естественно, также был под влиянием германского и на северно-русские говоры. А потом уже третий очаг сформировался синего цвета стрелочки. Это древнепрусский и латышский оказали влияние на польские говоры, а германские продолжали оказывать на наиболее западные из славянских языков, на Палапский и Нижнелужицкий. Ну вот пока вы еще рассматриваете эту картинку, я хотел процитировать, как Бубрих аккуратно это формулирует. Он говорит, трудно не связывать перемещение прибалтийских финнов на территории, где раньше звучала самская речь, не знавшая шипящих. Трудно не допустить, что воздействие германских языков поддержало процесс падения шипящих. Трудно не связать, с одной стороны, распространение восточного славянства за счет прибалтийских финнов, а с другой стороны, некоторое явление падения различия свистящих и шипящих на русском севере. Можно ставить в связь исчезновение шипящих у приморских ливов латышей в связь с экспансией ливов прибалтийско-финского племени. Мне невозможно, что описанные явления у восточных славян на севере и у литв латышей в местах близких к морю поддерживали друг друга. Таким образом, мы имеем по представлениям обреха три очага развития цокпанья. И он говорит, что, конечно, с этой проблематикой еще часто связывается и определенное распределение щелевых и шипящих, и свистящих в карельском, но эти явления в карельском и их развитие в русском не связаны. Они разные по времени и должны рассматриваться отдельно, как самостоятельно. В карельском карельский язык не мог сам по себе не прийти, независимо от отношения с соседями, к этому смешению. В статье представлена карта, которую я показывал карельских говоров, очень приятная и в таком виде, не вошедшая в атлас, вышедшая в Хельсинки. Но в атласе много карт, посвященных свистящим и шипящим. Здесь вот такая обобщающая, которая, мне кажется, тоже очень полезна и наглядна. И, наконец, в своей части я хотел завершить таким выводом, что Бубриха интересовал весь комплекс. Вопросов смешения свистящих и шипящих и северно-русской ЦОК не было только зацепкой, чтобы рассмотреть целый ряд других явлений того же порядка, как у него написано в заголовке статьи. Эти явления смежены в географическом положении, в географическом отношении и в историческом. И таким образом ученый показал, как должен был быть организован материал перед тем, как переходить к построению гипотез, чтобы эти гипотезы не были теми вредными, о которых он писал в своем собственном оценке своего текста, чтобы мы не строили вредных гипотетических построений. Ну и о научном контексте теперь я передам слово Михаилу Борисовичу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.